Ральд Даль Волшебное лекарство Джорджа Глава седьмая Бабушка принимает лекарство Бабушка сидела, скорбившись В своем кресле у окна И буравила Джорджа маленькими злобными глазками Ты опоздал! По-моему, нет, бабушка Не перебивай меня, пока я не закончила мысль Ну вот ты закончила мысль, бабушка Ну вот опять Вечно перебивает и огрызается Да чего же противный мальчишка? Который час? Ровно одиннадцать, бабушка Врешь, как обычно Хватит болтать И давай сюда мое лекарство Только сперва взболтай, как следует А потом налей в ложку Да смотри, полную лень Ты будешь пить залпом? Спросил Джордж Или по глоточку? Не твое дело Ответил старуха Лей? Давай Побыстрее Джордж Вытернул пробку И стал очень медленно наливать густое коричневое варево В ложку Перебивая в мыслях безумные и прекрасные ингредиенты Своей сумасшедшей микстуры Пену для бритья Жидкость для удаления волос Средство от перхоти Порошок для автоматических стиральных машин Собачьи средства от блох Крем для обуви Черный перец, хрен и все прочее Не говоря уж о сильнодействующих пилюлях Порошках и других лекарствах для скота Но и о коричневой краске, конечно же Открывай рот пошире, бабушка Сказал он И получай свое лекарство Старая корга растянула сморщенный ротик Оскалив омерзительно бледно-коричневые зубы «Алёп!» Воскликнул Джордж «Глотаем!» Он сунул ножку в старухин рот И влил микстуру прямо в горло А потом отступил, чтобы посмотреть на результат А посмотреть было на что Бабушка прорала и взмыла в воздух, как если бы кто-то протянул через сиденье ее кресло электрический провод и пустил ток. Она взвилась, как чертик, и из табакерки, но не упала, а зависла в воздухе в двух футах над полом. Сидя, застыв, слегка покачиваясь, глазки выпучены, волосы дыбом. — Что-то не так, бабушка? — участливо спросил Джордж. — Как ты себя чувствуешь? Висящая в воздухе старая корга явно утратила дар речи. Должно быть чудесное Джорджево снадобье стало для нее слишком большим потрясением. Если бы видели, как она взвилась над креслом, вы бы решили, что она проглотила раскаленную кочерогу. Наконец она рухнула обратно. И завопила. — Вызови пожарных! У меня в животе пожар! — Это всего-навсего лекарство, бабушка, — сказал Джордж. — Полезное лекарство. — Пожар! — орала бабушка. — Горю! — Тащи ведро, шланги, да делай же что-нибудь! — Успокойся, бабушка, — сказал Джордж, но осекся. Потому что из бабушкиного рта и из ноздрей повалил дым. Огромные клубы дыма, огромные клубы черного дыма. — Ой, ты и правда горишь? — Конечно, горю! — вопила бабушка. — Вот-вот обуглюсь. — Сгорю, как печеньки, как сухарики, как свекла! Джордж метнулся в кухню и притащил кувшин воды. — Открывай рот, бабуль! — закричал он. Он почти не видел ее из-за дыма, но ухитрился влить ей в глотку пол кувшина. Откуда-то из глубин старушкиного живота донеслось шипение. Какой бывает, если сунуть под холодный кран раскаленную сковородку? Старая кошелка взбрыкнула, шарахнулась и стала хватать ртом в воздух. Внутри у нее что-то забулькало, и изо рта фонтаном хлынули струи воды. А дым рассеялся. Пожар потушит. Гордо возвестил Джордж. Теперь, бабушка, с тобой все будет в порядке. — В порядке? — заорала она. — Это ты называешь порядком? Да у меня в пузе краковяк и полька, шимми и фокстрот. А в саду дерби и водное поло. И она принялась подпрыгивать в кресло. Похоже, ей было не слишком уютно. — Лекарство тебе поможет, бабушка, вот увидишь, — сказал Джордж. — Поможет? — взревела она. — Поможет? — Оно меня сейчас доконает. И тут она начала расширяться. Она вспухла, она раздувалась, как будто кто-то накачивал ее насосом. Неужели она лопнет? Лицо ее из багрова сделалось зеленым. Но постойте, в бабушке где-то явно был прокол. Джордж слышал шипение. Это из нее выходил воздух. Вот она уже перестала раздуваться. Она уменьшалась. Она медленно сплющивалась, ссыхалась, пока не приняла свой собственный сморщенный обувь. — Как дела, бабуля? — спросил Джордж. — Ответы не было. И тут случилось странное. Бабушка скрючилась, потом распрямилась, как пружина вылетела из кресла и аккуратно приземлилась обеими ногами на ковер. — Обалдеть, бабушка! — крикнул Джордж. — Ты столько лет не вставала с кресла. Гляди, ты стоишь на своих двоих. И даже без палочки. Но бабушка его не слышала. Глаза ее снова выпучились. Взгляд остекленел. Она была за много миль отсюда, в другом мире. Чудес! Волшебное лекарство! — сказал себе Джордж, не сводя со старой корги зачарованного взгляда. Что же дальше? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Бабушка начала расти. Поначалу медленно, потом незаметно, всего лишь на пару дюймов, потом еще и еще, дюйм за дюймом, все выше и выше, по дюйму в две секунды. Когда она преодолела отметку пять футов, шесть дюймов и неуклонно приближалась к шести футам, Джордж подпрыгнул и завопил. «Эй, бабушка! Ты растешь! Ты растешь вверх! Бабушка, стой! Скорее становись, а то пробьешь потолок!» Но бабушка не останавливалась. Это было взаправду. Волшебное зрелище. Древняя скрюченная старушка распрямляется и растет, делаясь все выше и выше, длиннее и длиннее, тоньше и тоньше, точная спанда, которой тянут верхние видимые руки. Когда ее голова коснулась потолка, Джордж подумал, что она сейчас перестанет вытягиваться. Но она не перестала. Остался треск. Посыпались куски штукатурки и цемента. «Бабушка, может, хватит?» Сказал Джордж. «Тут ведь свежий ремонт. Папа совсем недавно вызывал мастеров». Но бабушку было уже не удержать. Вскоре ее голова и плечи полностью скрылись над потолком. Но при этом она продолжала расти. Джордж бросился по лестнице в свою спальню. Бабушка торчала из дыры в полу. Точно гриб. «Агагай!» кричала она, обретя дар речи. «Аллилуйя! Вот и я!» «Спокойно, бабуля!» Уговаривал Джордж. «Хэй! Хоп! Тру-ту-ту-ту-ту-ту! Поглядите! Я расту!» «Это моя комната!» Сказал Джордж. «Смотри, что ты тут устроила!» «Шикарное лекарство!» — закопила бабушка. «Хочу еще!» «Совсем с катушек съехала!» — подумал Джордж. «Давай, парень! Не стесняйся! Гони добавку!» Орала на полную ложку. «А то я уже начинаю уменьшаться!» Джордж по-прежнему сжимал в одной руке пузырек с лекарством, а в другой ложку. Ладно, подумал. Почему бы и нет? В конце концов. Он до краев наполнил ложку и влил микстуру в бабушкин рот. «Уи-и-и!» Завизжала она и снова взмылась вверх. Ноги ее по-прежнему стояли на ковре в гостиной, но голова уже стремительно приближалась к потолку спать. «Вот теперь все отлично!» — крикнула она вниз Джордж. «Полюбуйся на меня!» «Бабушка, над тобой чердак!» — ответил Джордж. «Подумай!» «Там тараканы и привидения!» «Хрязь!» Старушечья башка прошла сквозь потолок, как сквозь масло. Джордж стоял в своей комнате среди руин. В полу сияла огромная дыра, и в потолке тоже. А между этими двумя дырами точно колонна торчала часть бабушки. Ноги были внизу, в гостиной. Голова на чердаке. «А я расту!» Послышалось сверху скрипучий голос. «Дай-ка мне третью порцию, дитя мое, и мы пробьем эту крышу!» «Нет, бабушка, нет!» — закричал Джордж. «Ты развалишь дом!» «Туда его растуда этот дом!» — орала она. «Хочу на свежий воздух! Я двадцать лет сидела в заперти!» «Она точно пробьет крышу!» — подумал Джордж. Он помчался вниз и через заднюю дверь выскочил во двор. Будет ужасно, если она еще и крышу продырявит. Папа придет в ярость, а винить во всем будет его, Джорджа. Это же он приготовил лекарство. «Да дал мне слишком большую дозу!» «Не пробивай крышу, бабушка!» — взмолился он. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» «Не пробивай крышу, бабушка!» «Пожалуйста!» 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 Субтитры создавал DimaTorzok